значит мы командный срез вот одного интересного проекта дальше мы будем говорить о нем и в общем вы узнаете почему он такой интересный я лично project manager из львовского офиса компания датар начинал в этом проекте я вели дом и трансформировался и естественно эволюционировал project manager а вот это мои товарищи коллеги братья с которыми мы прошли огонь и воду собственно представьте себе представлю товарищей по несчастью или по счастью это уж сейчас расскажем сами подумайте счастье это или или нет скорее всего да я дима дэвлит киевского датарта в этом же веселом проекте еще добавить остальное уже будет понятно из всего ниже следующего то есть ну не знаю у меня по моему за время этого проекта порода сидеть на чего в общем что многое что что объясняется многим из того что мы расскажем ну человек волос было бы было было меньше на начало проекта ну собственно на любое количество менеджеров хорошо бы иметь тех людей которые хотя бы что-то делают руками я один из таких меня зовут егор я разработчик java developer в киевском дата арте и вот вот их галлюцинации я воплощаю в жизнь чаще всего руками и не только их галлюцинации а еще и те галлюцинации которые они транслируют от клиента вот так получилось что у нас на этом проекте бывало очень много всего всякого ты наложила как любим говорить отпечаток на психику всех причастных до профессиональная деформация и сегодня мы постараемся рассказать каких-то таких самых ярких самых интересных моментах которые своей выдающийся там или крутостью или глупостью переходящий в крутость каких-то таких моментах с которыми мы столкнулись и надеемся что это будет интересно и это пригодится смотрите мы собственно захотели немножечко внести инновацию может быть не знаю в общем экспериментальный этот ивент вот и вы первые бета-тестеры то есть мы захотели немножко перевернуть традиционный классический формат доклад весьма там субъективный да потом вопросы и собственно мы повернули все вот с того боку с которого это заканчивается то есть вопрос поэтому это q&a session мы собственно дадим затравочные темы мы можем им следовать можем не следовать то есть посиделки такие ламповые весьма вот и поэтому вы можете нас перебивать вы можете с нами не соглашаться спорить вот говорить что давайте это проскидываем это неинтересно и в общем задавать вообще свой тренд придав свои темы задавая но в целом то есть мы представители онлайн travel проекты вот плюс к тому это legacy мы унаследовали кучу там кода которому уже только 12 лет или больше он было 14 время начала проекта 16 вот это сложная онлайн travel система она рабочая она приносит деньги функционирует на карибском рынке то есть чтобы просто внесу понятность да что такое онлайн travel я понимаю что многие могут это знать но это собственно ничего более чем объединение там курортов резортов отелей и перелетов самолетиков вот звучит это все в общем как правило в розовых и радужных тонах для девелопмента не вот потому что под капотом кроется весьма много сложных зависимостей и плюс к тому travel очень динамичная область то есть тут нельзя в общем сказать что у нас там спринт прошел хорошо значит у нас все хорошо обязательно будет что-то ну и плюс к тому у нас родился такой проектный мем я не буду в общем его передавать по всех красках вот но в целом передам его суть что утром все хорошо вечером все в одном состоянии вот сопряжено это тем что онлайн travel может содержать да там 30 40 разных отель чейнов плюс к тому они все могут могли развиваться очень медленно а некоторые даже деградировать и многие свои резервации получают не поверите по факсу вот увы и также мы затронем тему организации группы захвата она же сварки вы поймете в общем почему она была создана не просто такая все это было писано кровью и болью вот и что собственно для этого нужно вот собственно давайте дадим первую затравочную тему еще раз напомню мы на самом деле хотели поставить даже стулья кругом на побоялись что неудобно будет все и могут воспринять как общество до анонимных но на зале для нас нужно кто был вчера те помнят что тут творилось то есть нас можно нужно перебивать и тянуть какую-то свою степь это священно мало того на май нам интересно услышать даже вашу как бы и даже а просто нам интересно услышите ваш опыт и если таковой релевантный там есть потому что нужно было будет вынести тоже что-то мы все на этом поприще продолжаем учиться ну и вот первая тема то с чем мы столкнулись поначалу мы получили эту legacy код базу нам сказали что вот сегодняшнего дня вот вы пришли вы молодцы как раз вот буквально завтра увольняется последний человек на стороне заказчика который этот год трогал руками мы пошли пожали ему эти руки поняли что документации нет ничего нет и есть какие-то очень размазанные знания одно из которых это то что систему нужно еженочно перезагружать потому что двое суток она не выдержит завалится по ликом чего-то там кто не знает чего но и перезагружать кроме того тоже является нормальным состояние когда что-то вдруг упало прибежали админы опять же все перестартовали подняли ну едем дальше на систему провалялась полчаса но потеряли мы там с эти килобаксов если заказчики на этом рестарт ночью провалялась там до утра опять же ну понятно система которая в лавенок в которую каждую минуту приходит люди покупают что-то занимала и день ее как бы каждой этом минута простое стоит соответственно там у них пролежала полночи или пару часов днем ну подняли окей надо с этим что-то делать это было одно из не то чтобы первых потому что поначалу нас к этому не подпускали но это в конце концов выстрелы когда тоже поперла бизнеса унером со мной не могу сказали ну ладно делайте до этого была естественная эволюция больших падений тут громкое слово стабилизация в нашем проекте она была не только громким нам и действительно сделали проект assessment своего рода этой архитектуры и текущего состояния и что самое главное что собственно наши менеджеры с нас сточили это баланс приоритетов рисков и скорости выполнения тех или иных стабилизационных задач в общем мы заслали этот документ вон там у них пролежал мы его поэдвитайзере на разных митингах вот и в один прекрасный момент чего-то мы там хорошо им так напилили плюс три каких-то компонента это было по моему карта бэндомин система мы там еще чего-то такого значительного сделали и привнесли энтропии системы она прилегло в общем так что у нас еще тогда был такой продукт оунар мы тоже спустимся к более собственно смены менеджмента в этом проекте вот собственно человек любил очень urgent письма и похоже что никогда не выключал капс вот в общем дошло до того что это был очень супер вот собственно мы приходили на каждый из таких в общем созвонов которые созывали говорили что ну на самом деле у нас тоже есть определенный мем что вся в общем наша жизнь а в частности именно как тех ли да он собственно плачет про плохое состояние системы вот плакал он регулярно наконец его слезы окупились вот и вот этот раз когда мы пришли и сказали но ребят наш вам стабилизационный проект выпить или давайте мы хотя бы его превратим в тикеты и начнем начнем делать вот они в этот раз уже как-то задумались более крепко вот задумались мы им там в тикеты и превратили в общем немножко они там потянули месяц потом собственно система была уже в очень ужасном состоянии как раз совпал нашим сайт вот и мы собственно им сказали что ну ребята здесь собственно без ват режима не обойтись у нас есть с этого actions а здесь тикеты мы можем собственно быстренько вам их запилить за месяц вот но для этого нам надо сломать процесс они говорят ломайте потому что так жить больше невозможно вообще мы поломали сделали сейчас система стабильно никаких ребутов вот и она принесла там с начала года уже плюс 17 тысяч букингов принесла деньги считать не буду вам нельзя рассказывать из того что ты сейчас сказал мы сказали что можно делать ват режим и мы все делали впечатление складывается что только за счет того что мы включили сват режим и все запилили давай наверное тогда расскажем чешку такого сделали хорошего и почему вы сват режим помоги что и что и что такое то есть вот это спешил в пазан так если с это название американского военного полицейского спецназа я буду вообще это термин войти используется для режима все упало свистать всех наверх брэнсторминг чтобы понять что происходит на самом деле способ борьбы с конкретными падениями когда уже все лежит собирается команда в любое время дня и ночи угадайте кто и вот мы вдвоем сидим там в три часа ночи это начали тут уже и поднимаем то что кость имел ввиду под сват режимом разломанном процессе имелось ввиду что нам не дали бы по нормальному процессу двухнедельными спринтами такого более-менее человеческого скрама с внешним приоритизированием тикетов стабилизировать серваки то есть нам сказали вот вам месяц делайте что хоть то есть уйдите вот все за два месяца за месяц там или сколько полтора мы должны были сделать чтобы все руки не падали но мы сказали бизнес орым бизнес орым что это пожалуйста суются мы просто остановились скрам сделали kanban board и приватизируя самостоятельно и добавляет это самостоятельно работу которая нам была нужна мы пилили и очень быстро релизе каждую неделю то есть фактически это все было в горячке но по-другому опять же вы уложиться в месяц нельзя ну собственно это уже постфактум на самом деле для того чтобы этот проект вообще был реальным как стабилизация тут нужно сказать что в общем как у димы так и у меня таких девелопмента сошло 100 ботов в общем потому что это все нужно было reverse engineering замерять превращать в определенные с этого actions просто было сложно то есть одно лето мы по моему там очень сильно пропедали ли это этот документ и собственно уже у нас было понимание самых узких мест система у нас трехкомпонентная то есть опять же таки притянута за уши там частично реализовано частично взаимосвязями то есть есть там основной application есть сервис по delivery перелетов причем мульти gds на системы то есть gts это global distribution system в которой доставляются самолеты и вот у нас она мульти то есть там еще сплиты идут свои там взаимосвязи свои алгоритмы вот все это в общем главный же вопрос так шо ж все же начать то ну понятно что минус с менеджерской точки зрения начать с того что задолбать заказчика необходимостью это делать и своей готовностью делать технической стороны все мы как менеджеры уже там уломали наконец заказчика заказчик согласился и сказал делаете делать ну ты копал и рассказал я на что-то должен ответить потому что делалось моими руками значит ситуация действительно была такая что приложение падала причем падала прям с треском там роняя параллельно все что можно уронить рядом тянула за собой базу данных тянула за собой внешние компоненты которые к этому всему были подключены и мы в первую очередь сделали что у нас довольно долго довольно продолжительный промежуток времени который мы работали с нашей системы у нас не было вообще доступа к логам системы в продакшн она работала писала логина у нас этих и когда нам в очередной раз сказали что чуваки все упало посмотрите влоги мы сказали так дайте доступ и посмотрим там после этого у некоторых людей случилась истерика как так у вас нету доступа нам это все дали мы открыли логи и поняли что у системы которая работает стабильно работает в лайве уже много там времени приносит просто дофига лиарды денег у неё весь лог выглядит как вот табуляция и это то есть это сплошной стек трейс это просто поток ошибок огромнейший поток ошибок в котором периодически проскакивают какие-то нормальные сообщения я будучи тогда к или дом сказал как мы это будем на продакшене собственно тестировать поскольку я не могу разобраться там новое листаро собственно для их не вычитать абсолютно да и что мы с этим сделали мы тогда как раз уже переходили в этот сват режим мы собрали просто всех наших разработчиков просто нарезали эти логи на куски и сели каждый считать уникальные ошибки уникальные exception и там грэп зубы поехали и действительно мы что-то около вот сейчас могу соврать не помню сколько количество тикетов но там был эпик этот эпик занимал в жире экрана 2 но тикетов 40 60 где-то то есть 60 уникальных exception у нас было и вот в процессе того как мы готовили вот выполняли уже стабилизационный план мы все эти exception и пофиксили под пофиксили подразумевается естественно два этапа первый понять а это вообще какому бизнес бизнес кейсу соответствует а второе уже после этого анализа понять как это фиксить и надо ли это фиксить может быть это вот так насчет надо ли это тоже интересный момент то есть тоже родилась такая философская мысль как-то вышел я из дома и подумал заказчик похож на некоторую обезьяну с гранатой который хочет ее постоянно себе кинуть под ноги а ты и вытаскиваешь и обратно чеку вставляешь думаю ну что такое и откуда это родилось вот то что дима сказал надо фиксить или не надо то есть заказчик он же такой хитрый что он тебе постоянно как еще палки в колеса ставят что вот ну ну нашел ты ну и что и что да у нас там стек трейс постоянный какой-то этого вчера я об этом говорил и мы завели то эти тикеты но в этом они говорят насколько хитов как бы на instance мы начали мерить еще хиты на instance ну тут оказалось что в этом есть определенный смысл вот и мы убирали по приоритетам то есть наибольшее количество хитов на instance соответственно там продюс определенного кейса вот но там были уникальные случаи из этих стек трейсов мы выловили такой поразительный кейс про time of set вот это отдельная тема да когда переход происходит на летнее время у нас возникает сутках несуществующий час ну понимаете да что когда мы переходим вот у нас был у нас за двумя часами ночи идет 4 идет следующее время 4 что не может быть трех часов ночи в это время этот кейс не обрабатывался у нас возвращались какие-то самолетики вот в этот час да это была внешняя ошибка вот этой вот системы заказа билета но мы должны были нормально обрабатывать вот пока ее бизнес приоритизировал мы на летнее время уже перешли они сказали ну все это же никто даже не хай приоритете работу в общем мы с большими боями и пофиксили через год надо вот собственно прошло это время вот и собственно помог этот вот сват режим потому что мы приезжаем там вот абстрактная дебора там у нас на то время говорит ребята ну что же мы можем с этим сделать мы говорим ну дебора мы чтобы год назад говорили как выдавали первым степом это сделаем он обрет 28.1 мы тебе пилим этот этот тикет и оказалось что прирост от этого тикета просто колорай на ровном месте там опять же 10 килобаксов начинают лукать на 8 марта очень за сдал и то есть месяца на три четыре пять то есть вот опять же таки не customer experience там да и не было понимание этого бизнеса что вот ничего себе этом вы накопали это приоритетная задача давайте фиксить прямо сейчас хорошо что мы действительно и пофиксили перед ход сезона в travel терминологии есть такое понятие hot season для us вот то есть он начинается приблизительно с конца октября и заканчивается там под конец марта то есть это самый вот пиковый где букается очень много и собственно наша задача в этом плане было еще и правильно расставить под таймсетом то есть по приоритетности до чтобы мы больше сделали до следующего ход сезона и 2016 ход сезона не пережили в стабильном варианте из-за этого они заработали ну очень вот ну собственно с моей стороны и со стороны моих менеджеров это было такое кап кап постоянно капали пиццу съел там позвали на пиццу ну как там одному продукту другому там вовлеченному стейкфолдеру что вот мы там запилим такой классный фичу куда пилить давайте мы стабилизируем для начала у нас даже были периоды когда к нам приходили люди из microsoft вот было у нас такое озарение у этого проекта вот пришел чувак из microsoft и говорит абсолютный там до абстрактной деборе говорит дебора говорит какая кнопочка говорит то бишь падаем каждую ночь нету вот этой кнопочки есть дизайнеры мне сказали вот он говорит ну ладно то есть он пытался это очень мягко итоге в принципе наш стабилизационный план основывался на многих его наработках которые мы ему дали и вот grab это был в принципе его push то есть товарищ который прогрепал после этого ушел из проекта не моё это ну на самом деле это не не единственная причина которая вывела из проекта вот ну вот собственно такие были термии как со стороны менеджмента так девелопмента либо это был первый шаг то есть если говорить более глобально то получается что первым шагом у нас было вообще добраться до логов и посмотреть в лицо ли у нас хорошо но когда мы убрали более-менее эти ошибки то с теми же логами нам захотелось немножко больше сначала девопсом потом нам не помнили наоборот на самом деле тут немножко дима берез забегает мне кажется есть можно еще сказать по стабилизации то что как-то у нас одним летом база очень сильно приупала причем приупала так что я насколько я помню вот просто приупала база на очень долго вместе с приложением у нас как раз и начал стабилизационный план они поняли что видимо нужно что-то делать админы поняли что пытаюсь литературное слово подобрать на в общем что дальше так нельзя то есть мы не хотели что чинить или что да на самом деле это действительно вот прелесть той ситуации была в том что нас из-за очень большой нагрузки которая создавала приложение на базу база просто упала причем упала так что поднимать ее было бесполезно нужно тут же падала обратно и поскольку не помню сколько тогда было веб-серверов вроде бы столько же сколько и сейчас 9 плюс 3 а да и собственно да было шесть серверов они добавили еще три базу на каждом сервере нас крутится один тот же аппликейшен над ними всеми стоит скейлер у нас такое горизонтальное масштабирование и база просто сдохла и все попытки и поднять заканчивались тем что тут же падала и био не видимо что-то заподозрили что что-то что-то идет не так когда у нас уже третий день там вся команда админов мыли а сайт так и не поднялся они там и надоело терять кучу денег и они пришли как бы к нам и сказали что чуваки нужно что-то делать достали эту бумажку показали вот было полгода назад предлагали уже что-то делать то есть мы стал мы первым шагом мы довели порядок в логах второй шаг у нас был это мы прошлись по системе везде где у нас были косяки работы с базой а поскольку это страшные легаси там с двумя подходами работы с базой то есть там были джей спешной странички чего в которых прямо вставлены куски кода которые лезут базу через gdbc это было очень интересно когда у тебя каждая страничка открывает коннекшен базу не закрывает много всяких таких разных мест мы это все почистили убрали а за более менее стала жить потом мы еще и узнали что у нас еще и база была майск или комьюнити и диши они enterprise и диши мы как раз тогда и узнали уже когда они накинули сервакова нас первые зубные действия это было включить трек пуллинг на базе которого в комьюнити и дишин нет тернии было много есть тут хотелось бы действительно прийти к этому формата фианой то есть мы вам дали определенный базис какие вопросы уже созрели то есть и вы можете их задавать вполне естественным потом не надо дожидаться пока я буду их спрашивать че нет вопрос сейчас все строит форту движ мы два года проработали до сталкивался лода с таким же вот похожим приходилось ли работать с такой же системой не знаю да это цветочки не собирались секундочку не собирались ну ходили после сашу на машину и тейлере собираться они начали через полтора года силами некоторых товарищей и этого плана в который был включен рейтен полисе потому что приходили бизнеса и говорит ребята у нас там 20 там сколько три недели назад что-то упало разберитесь нету воду откуда они потерлись посмотрите на какой машине падает все 12 руковой эти руками точно так подумаешь и наверное нужна какая-то агрегация этих логов год убеждали как что надо на это выделить время и когда на это время выделили сказали вот вася ты самый умный бери и делай ну вася почитал интернеты и понял что действительно какая-то централизованная агрегация этих логов потому что ходить по тачкам и тейлить это неинтересно съедает очень много времени как раз тогда когда мы раскапывали большое количество эксепшенов там все мои коллеги были что приходится блин идти качать там 100 мегабайтный лог через медленный vpn сам девять раз это сделать там или 12 и потом это все грэпать это очень очень долго поэтому мы у себя на проекте внедрили elxtech кто знает что такое elxtech это elasticsearch elxtech кибана достаточно распространенное сейчас уже решение для нас это было прям не то что глоток свежего воздуха такое какое-то новаторское прям вообще действие потому что заказчик сначала очень сильно сопротивлялся непонятно почему им было жалко денег на опенсорсные продукты которые подымет я подыму а да им даже не надо платить девопсом они какие-то странные у нас в тот момент были после того как мы все-таки подняли это у себя на виртуалке я скачал очень много гигабайт логов это все туда засунуло но это все промаслала аккуратненько визуализировал я провел демку о тогда они как-то более-менее поняли это же картинки их можно оказывается вешать на телевизор и в офис можно да можно напитали там сзади нет попугаев такой красивый график что мы были бедные тут мы прям вообще богатые вывести это на мониторы в офисе и всех прям такой moral boost все ходят такие довольные знают что попугаев продаем много мы собственно это протолкнули специального человека со стороны заказчика нам выделили он это все рассетапил ушел потом сразу после этого из компании непонятно почему вот и после того как мы это толк собственно интегрировали им пользуются сейчас со стороны заказчика абсолютно все никто не читает логи тейлом кроме там а зря потому что там есть пару логин приз которые не парсятся в стэшем я ходил проверял ты тогда говоришь как будто я плохо сделал свою работу там особые случаи ну да действительно они этим пользуются и это им помогло и нам помогло в процессе раскапывания долгосрочного каких-то проблем типа там каждую третью пятницу если там полнолуние то у нас падают вот такие вот ошибки и ты смотришь на статистику за два месяца да действительно эти ошибки падают когда потом начинаешь копать глубже это приходит какой-то там роботизированный запрос из какой-то системы который там весь кластер так нехило нагибает про все просаживается там час тупит или сколько-то там времени а потом все нормально вот у меня вопрос как как удалось ли вам решить вообще отсутствие логов как таково ну так lg что же это все сгребает ложит носки хранилища и дальше пишут запрос ну да то есть а вот какие-то менеджерские такие констрейнты то есть как были ли нет потому что многие заказчики просто не хотят это покупать только для заказчика или для ки тоже ага да да ну вот цвет это магия цифр на самом деле вот только не помогает собственно с бизнесом по-другому говорите не получается на лего сильно тянуть на существующую систему которая китульно под это не приспособлена это боль конечно есть конечно продуктован или которым там цифры плюс еще там вспомогательный антураж что это там упростит там flow пользователей это сделает там как бы счастливее приток тут важно еще сказать про travel как ограничение и почему общем это было критично я не знаю может быть это и не только travel на самом деле но у нас была такая штука и от остается келту роботик шопинг то есть это робот который проходится по всему сайту чекает ваши цены сравнивают с конкурентами как бы и выводит репорт согласно которому они корректируют причем делает он это каждую ночь мы это тоже узнали когда у нас все начало ложится то есть там вот посыпались вот эти баги да то есть мы подняли этот камень ну то есть упала припуха вот и тут оказалось что том запустил email кампанию в понедельнике приток пользователей был вот такой вот причем ты вот его все смотрят говорят что то здесь нет внешняя зависимость какая-то и давай по бизнеса мити что вы делали ничего мы не делали все у нас оказывалось в итоге что действительно они что-то делали включая вот этот роботизированный шопинг вот а бывали периоды как когда собственно наши партнеры нас активно полили вот там tripadvisor привага и остальные товарищи вот на предмет тоже наших там пэкаджей цены всего остального и это все было как бы ну совпадало в одну точку времени почему собственно это не сделает да не разнести это все вот потому что не было глубинного понимания того как аппликейшн должен быть нагружен в различные части суток причем они это делали когда активные пользователи были в пике там 8 вечера там 9 вечера ну вот сейчас по моему это делают ночь слава богу где там буквально два-три букинга в час вот где-то 45 часов у нас там ученик мало ну вот помочь сделать давайте наверное будем пытаться это резюмировать и двигаться дальше и если резюмировать то получается что первое это продать подготовку подготовить что продавать потом продать потом прежде всего обратиться к логами здесь если агрегации нет то и сделать на основании логов начинать смотреть понимать что не так брать баги фиксить из того что еще не покрыто хорошо было бы иметь какой-то лайк мониторинг и alert сам какой-то нагиус крутился у нас у девопсов с какими-то их проверками мы тут тоже его скажу тогда за тебя ходят тоже в общем-то все егор делал руками прикрути прикрутили java melody то есть я уверен что это то есть похожие туры и для для кого угодно и любой технологии они есть в общем это real time мониторинг того что происходит с системой с виртуальной машины можно опять же открыть графички и посмотреть сколько у тебя в системе на тихущий момент тридо на конкретном сервере конечно сколько у тебя открытых тридо сколько у тебя сейчас открытых gdbc коннекшенов сколько версий вот gdbc коннекшенов было использовано в какое-то время какое состояние опять же датабейс коннекшен пла хибернейтового кэша это все можно в реал тайме там кэши можно даже почистить в принципе если начинается какие-то тупники то ты заходишь на эту штуку тебе уже сразу видно что у тебя connection leak вот здесь все вот-вот пошли помогает и плюс из таких типичных багов но собственно было пожалуй первое то есть ты первое что мы делали кроме просто вот разбил разбирание раскапывания почему у нас такие стих трейсы второй этап это была оптимизация запросов у нас оба заработала медленно нам тебе и подогнали слог верилог вообще-то очень полезно смотреть периодически слог верилог вашей базы там можно найти много неожиданного иногда то есть да то есть неожиданность первое это то что может оказаться что большая часть ресурсов жрется не медленными запросами а очень маленькими на которые вызываются по сто пятьсот раз в секунду и выбер и выбирают они данные из таблицы конфиг которые меняются раз в полгода то есть это все надо вообще-то укладывать в этот учитель один раз на старте аппликейс на выкладывать в кэш и иметь где-то на бэкэнде кнопочку обновить и все и не делать а с медленными кишами с потерянными и закрытыми коннекшенами это все в общем пришлось бодаться к вы по запросам конечно ну любой legacy всегда ну попередники виноваты этому по государству знаем в общем те кто писали систему там конечно интересных вопросов моих по находили философской из философский resolution то есть кто думает что это скучно это отнюдь не скучно и вот ребята которые сейчас стабилизировали систему говорят мяса не хватает вот потому что собственно это как видеоигра да где есть у тебя радары там карта тут тебе хелс тут тебе в общем там какое-то еще там сообщение в общем или дав например какой-то квест определенный дата найди это положи туда отнеси и весьма знаменитый товарищ из мира тестирование джеймс витакер он как бы характеризует это именно как порог то есть awareness он говорит что многие ки не работает вообще ну вы просто наобум они никаких обвесов не ставят а по идее должно быть шесть мониторов с разными там тейлами все это летит как собственно видеоигры собственно этим мы и занимались притаскиванием таких клуб было очень интересно об стабилизировали и стал эти стали пилить фича это уже скучно вот ответ вешаться неправильный конечно всего кут базе то есть мы выпилим два года до этого но мы его получили когда его уже было там что-то вот надцать лет до да да собственно два вопроса для 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 записи до один вопрос это что заказчик не видел что он теряет деньги до 2 это как к заказчика на early stage снотифицировать о возможных под а будущих потерь насчет насчет потерь то что вы описываете здравый смысл вы он не всегда присутствует проект почему во многом потому что такие вот системы матерые и мачурные они обвешаны еще другими процессами а еще общем вам может не повезти у этого человека может быть субъективным то есть он думает что он теряет не потому что система падает а потому что они недостаточные 2 то и за например или они мало рассылают и мэйлов или карта бэна на система работает не так как нужно вот и не всегда собственно эти обвесы увешаны правильными метриками которые дают правильные цифры когда мы пришли туда аналитика давала такие blurring цифры как на которые полагаться мы не могли мы написали свои некоторые там аналитические выборки из базы вот на которой на основании которых мы анализировали что же на самом деле у них происходит с реальными букингами потому что они их мерили через фронт-энд определенной конверсии с весьма мнительным как бы флоу потому что ему еще там параллельно мешали там разные папа и они тоже не учитывают мы это знаем но вот этот момент было тяжело объяснить потому что собственно здесь уже мы выходим в поле какого-то такого сильно прямого конфликта не знаю насколько я ответил на ваш вопрос то есть он может действительно не понимать это а может и понимать скажем так в нашем случае это была инертность вашем случае это скорее всего факт того что заказчик мыслит более бизнесово они технические заказчик всегда будет хотеть новых фич не задумываясь о стабильности то есть ну легко сказать сейчас приучая заказчик как понимаю не функциональных критериев и не функциональных требований но ну к сожалению до нагрузочный но напилить нагрузочных тестов показать как оно рухнет например это такой самый простой случай то есть до тестов не хватает но это проще всего взять нагрузочный тест во-первых для себя увидите много интересного то есть мы когда-то в системе которая таки не вышла продакшен там давно-давно написали нехитрый нагрузочный тест у нас просто она вошла в дедлог потому что там были ошибки на другой вопрос ну то есть может быть вы просто ее завалите покажите что вот у вас на таком-то железе такое-то количество параллельных пользователей система уживали все плохо может быть ну а можно оперировать какими-то понятиями типа там расширяемости ментабилити то есть вы говорите вы ведь вы закладываете как бы минус медленного действия она в чем в том что будут проблемы с расширяемостью или она короче в чем именно то есть или она тот же система будет низкую пропускной способности чтоб то есть баги не фиксится старая берется бы клок ну тогда опять же вот как уже перед этим сказал коллега что ничего нет кроме цифр если у вас нет цифр денег у вас могут быть цифры количества этих баку то есть мы берем жиру или там что у нас есть вместо жиры для хранения тикетов и на каждый в каждую баку заводим и потом когда заказчика когда заказчик начинает на нас наваливать новое мы могли смотри вот этот тек вот это техникал дэк в нем на момент 253 фичи три бада тысячи ты нам сейчас даешь новые проблемы тут новая задача вот вот вы вот это делать будем в лучшем случае скажет надо когда-нибудь будем и будет заваливать новым и тут опять же есть два подхода либо вы продолжаете это делать скажем так либо вы продолжаете на дело до критической точки которой все рухли там и он надумается и вы будете делать техникал дэп постоянно до поседения как это было у нас либо удастся как мы пытаемся это делать сейчас договориться с заказчиком что смотри вот это дэп с ним надо что-то делать давай мы договоримся что нас тобой 70 на 30 что 70 процентов каждого там спринта мы работаем фичами а 30 процентов ну по крайней мере можно помогать можно попытаться но опять же вот пока вы ему не погод покрыть в график то есть главное это мы знаем что преимущество отелка что мы можем в любой момент маленьким запросиком получить логи агрегированные с 9 там серверов на самом деле 12 неважно и сразу увидеть что где не так еще игра и получить поэтому какое-то представление это мы так думаем а заказчику главное у них графички на экранах у них там циферка большая сколько продано и сколько за сегодня сколько эроров и сколько фото рова вот они им важны эти три цифры и которые графичкам показаны все то есть вот пока вы не скажете что вот тикет и вот видишь рука устала уже мотать вот это вот скролить ну когда есть такая визуализация то весьма проще вот взять этот столбец да и сказать по букингами сказать вот сегодня столько букингов а за вот этих фатальных ороров ты не дополучил вот столько букингов то есть пока не в продакшене не получится пока не в продакшене не получится да понятно что у нас даже простой кейс получается а еще вопросы ребят это был не сильно канбан это был разлом процесса и отход вообще любых процессов чтобы быстренько все делать на самом деле но мы же должны были что-то продать мы сделали релизы каждую неделю мы убили пленнинги груминги ретроспективы все все вот это вот он банк все сам готов к сертификацию мы сами придумали сами сделали быстренько отрелизили все мы два месяца ничего не стимировали вообще мы просто их брали и пили на самом деле это звучит очень так интересно я по себе помню что я начал когда работать с кроме я так думаю блин ну компании же круче ты напедалил и там отгружаем все а потом когда я вот в таком гибридном компании начал работать я понял одну маленькую вещь ты не отдыхаешь ты тикет доделал взял новый если если в спринте у тебя есть время заложенное на тикет и если ты раньше раньше справился ты молодец ты сидишь какими но ты как на тойоте работе это если ты сделал то ты можешь там какими-то параллельными активностями заниматься что-то там походить инфраструктуру покрутить там еще какие-то вещи по оптимизировать у себя обоев новых скачать для компа еще какие-то полезные для работы вещи а тут получается что ты тикет допилил только собрался пойти по печаю тебе сразу темлик такой вот тебе еще пачка тикетов ну так было конечно круто потому что мы решали нереально сложные технические задачи которые сначала смотришь думаешь ну я знаю как это решить давайте с нуля все напишем чертям и будет хорошо а главное был приток энергии что накапали капали а потом делаете это сделать вообще доставляет конечно же такой был клёвый когда сказали делать мотивирует лишь бы она работала и там в паре мест очень классно оторвались и действительно было очень круто и заказчик после того как это почувствовал они сейчас вспоминают просто ну это это собственно вспоминает как страшный сон но этот собственно процесс абсолютно непредсказуемости ударил по нам тем что сейчас он у нас экстра предсказуем вот мы вчера в этом говорили что ну они собственно то поняли что мы им стабилизировали система и мы молодцы такие но не можем и запланировать ничего в таком процессе давайте мы будем собственно выравнивать обратно но благо что это было общем таким последовательным процессом собственно я немножечко спускаюсь к этой теме чтобы вы понимали за два года у нас было 5 волн с ними смен менеджмента то есть мы пришли туда эту компанию сразу купили вот и вон сайты мы ездили не потому что собственно так было прописано в контракте потому что были оказии собственно дима отдыхал в грузии ни о чем подозревал летел собственно в киев и оказывается что пока он летел в киеве мы уже купили билет далась я пытаюсь я прилетел мне звонят в 7 вечера спрашивают и как уже в киеве это нет по дороге на даче заехал завтра на работу сейчас сейчас и поеду берет не завтра дня на работу 6 утра 6 утра будет из борисбора ты же не против всем вечера я не в киеве а у меня телефон life у меня похоже не ловил как раз тогда не было связи то есть иногда от этого benefit и есть мне не дозвонились на самом деле жалко что тебе не дозвонили это была лучшая командировка за все время потому что как выяснилось мы там были не нужны то есть мы туда просто приехали поработали неделю оттуда на наш лишний раз наш сейва елиз оказался с достаточным уровнем как это сказать паранойи вот и как раз вот эта командировка была сопряжена тем что туда пришли консультанты у нас эта тема тоже есть она вообще занимательная в нашем контексте вообще была уникальная вот ну и собственно это была такая вторая волна то есть уходил последний человек заходили они потом через три месяца нас еще раз туда послали потому что она действительно решила уходить науч-трансфер нужно было сделать но вот по-любому но это консультанты эту частный случай а общая проблема вот мы пережили это за два года пять раз я понял что это для американского рынка вообще очень типично потому что там народ на одном месте работы не задерживается у нас сейчас 5 5 поколение менеджеров со стороны заказчиков у нас менялись как бизнес-оунары так и менеджеры проекта со стороны кастомера каких-то мы ехали и лично приветствовали какие-то нам уже представляли по skype и говорили ну приедете лично познакомьтесь а пока что с нами на митинге ходит вася и самое интересное что каждый такой вася который на самом деле там он не вася он жастин он с 30-летним опытом айтишный менеджер он менеджер еще там какие-то грандиозные системы всем известные но тут один из microsoft был тот классный и он нам сейчас расскажет как нам жить у него же есть best practice из предыдущего проекта он из предыдущих проектов у него есть обобщенный опыт сейчас он пару недель походит на наши митинги сразу поймешь что у нас не так скажет что у нас тут вот тут и тут и тут неправильно и мы сейчас полностью перестроим свой процесс на ну то есть мы же перед этим вообще же дураки мы просто так его построили потому тоже потому что книжку прочитали только и начинается и только у тебя все стабилизировалось и все вроде едет нормально и команда привыкла к процессу и митинги устаканились и всем хорошо приходит новый человек опять который перед этим работал тоже был очень хорошие но перед этим отработал капитаном рыболовецкого судна по моему и расскажет нам о своем введении скрама ну вот что с этим всем хочется подвеситься сначала вот через пару месяцев все работают как ничем не бывало всем всем уже хорошо но вопрос как это пережить чтобы все были довольны а ну в любом случае это change до изменения то есть ты уже чего-то там адаптировала в нашем контексте это было собственно два лида которые держатся за ручку один другого прикрывает собственно так начала рождаться какой-то свар вот да они действительно были примечательные в общем приходили в общем увеличили собственно у димы было уже заготовленная речь на третий раз вот собственно значит приходили говорили ой ребята у вас все так плохо собственно давай я следом сделаю митинг частности и дима начинал с описание архитектуры у него есть картинка в психологическое то есть идея была как бы психологическая надо человек надо психологически сломать она таком проекте психологически сломать достаточно рассказать архитектуру человек поймет что кажется по книжкам такого же не бывает значит может наверное с процессами надо осторожно было было классно в общем тоже об этом есть куча сопряженных мемов вот но они тут оклад целый доклад вот ну как-то он а и вот один из них такой который культурные можно рассказать это тоже мы сидели там в жарком техасе и наш цель немножко с такой паранойи говорит ребята мы как маленький плод говорит вот нас шатает но мы дружно и поэтому мы стоим как кремния вот а потом пришел к нам один к венчик и сказал что под плод есть хорошая песня юрия лозы на маленьком плату и было на этом плату плывем уже очень долго на самом деле не выплыли бы мы если не было сплоченности команды вот собственно заготовки заготовками вот но когда мы приезжали туда мы понимали в первую очередь с димой я еще тогда статусе пилида что все эти внешние ченжи нужно все-таки амортизировать для команды потому что она должна перформить вот и мы собственно прикрывали как могли немножечко там как бы конечно и твоими там пропускали информацию вот за что он не знаю олег вспоминает видимо егор за что вы благодарны или нет когда менялся менеджмент сначала это происходило примерно так у нас хорошо все хорошо все хорошо мы работаем всем процессы все понятные ты приходишь утром на работу ты знаешь помнишь о своих вчерашних задачах знаешь знаешь какие митинги тут все это бабахает неделю происходит какой-то дурдом не кости и димы постоянно нет они где-то на созвонах потом они приходят начинают таким не очень довольным голосом с грустными лицами рассказывают что вот у нас теперь новая житы по-новому все сейчас все будет вот теперь они хотят так 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 вот так вот так вот так ты думаешь блин нафига ехали же нормально вот зачем нам вот это как теперь ты там не понимаешь несколько спринтов это все шатается бродит туда-сюда непонятно как работает потом в принципе привыкаешь и как только ты чуть-чуть привык снова меняется и вот если бы не кости здесь я бы не было вот этой вот амортизации если кости с ним этого не делали это все высыпалось на нас если мы там скажем наши дев команды которые в это время сидела и пилила то что было приоритизировано и потом по видению продукта и пути его развития предыдущего project owner а я не знаю мы бы там все повесились мы бы там так долго в проекте все не просидели я самого начала проекта нашел в компанию эту компанию через неделю ворот купил теперь чувак он в чувак всегда хотел работать вороке мечты сбываются ну вот то что говоришь и горшина всех немножко так как бы что процессом какое-то время но его шатает немножко потому что внедряется уже не то что хотел новый менеджер а то в чем его удалось убедить то есть на самом деле опять же если какой-то делать более или менее однозначный ответ как бы на этот вопрос что делать то есть в первую очередь что делать искать компромиссы вы не сможете убедить менеджера что у вас все хорошо иначе он же не нужен новый зачем не самоутвердиться но вы должны искать с ним компромисс в котором вы должны превратить его уже своего союзника сразу нужно исходить с того что мы все плывем в одной лодке описать ему эту лодку потому что он ее не знает он по-прежнему считает что у нее крылья нужно показать ему как это работает самых самым невыгодном свете самым как бы опасным для проекта и показать ему все возможные опасности расшатывание этой лодки готовьте своего фраги крюгера как как-то так да и после этого когда он будет выносить свое какое-то грандиозное предложение вы сразу должны сразу говорить все фуфло как бы не получится но нужно плавно объяснять почему так не поедет вот и на основании того что он предложит пытаться адаптировать его идеи ну почти к своим на то есть сглаживать помогает вот такие вещи как стабилизационный план а что же у вас а почему у вас делали вот бумага а что же у вас делали вот тикет почему он сидит до сих пор говорили и вот тут может быть на этом даже можно и сыграть потому что может быть вы показав что у вас на самом деле все хорошо но вам тут что-то не давали вы можете его перетянуть там на светлую сторону такой у нас на пятую смену получилось когда вдруг пришел очень взвешенный очень технократический мужик мы его сразу не излюбили потому что он до этого работал как раз в той конторе с которой мы интегрируемся которые собственно самолеты заказывает то есть он как бы вообще с другой стороны очень технократичный очень занудный мы думали что это все это как он въезжал в проект пару месяцев и вот через пару месяцев наступил какой-то такой щелчок он все понял он взял на себя ответственность за то что происходит на их стороне то есть вдруг внезапно вот эти вот все тики со всем этим жутким дептом ты ему подгоняешь говоришь чувак смотри но ему нужно объяснить как бизнесов приходишь вот это это стоит столько-то не больше не меньше ну вот 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 так смотри думай вот ведь я понял я поговорю с руководством через 9 приходит я поговорю либо там я их убедил либо ну извини вот так но вот такие вещи они как бы перестали быть подвешенными да ну собственно да вы видите что команда у нас деформирована она это все делает вот она дает нам все эти данные вот даже при заведении тикета уже думают за бизнес вайли спиной да в общем о продукте и бизнесе на самом деле деформация хорошая потому что даже для парадигмы работы девелопера она собственно заставляет думать о конор кейсах сопряженных о том что это зацепит по бизнесу и иногда даже у нас были случаи что мы не релизе ли это потому что девелопер идентифицировал там взаимосвязи зависимости которые мы явно не можем правильно пофиксить вот так давайте вопросы то что мы сильно как чего-чего а микрофона до не фонзал смысле да так лучше будет она окей кому друзья коллеги ну фильтровать у вас большой блокнот задайте с него окей что едем дальше получается ну тогда да ладно я тогда повторю туда же дамы повторим вопрос конечно а из мой сам продукт вы имеете ввиду и продукт или процесс так вопрос значит для подлива парус микрофон для записи то есть были ли ситуации когда менеджмент приходил был вообще изначально негативно настроек по отношению к продукту я бы так сказал но у них то выбора нет продукт живет и приносит деньги если тебе этот продукт нравится ты свободен то есть это я не всем понимаю что к нам к нам как разработчикам или именно к продукту а лично у меня нет вопрос давайте то есть продукт только вышел и сразу пришел кто-то новый и говорит что что-то выпустили совсем не не нравится лично нет но доносились до меня легенды в общем субъективных весьма таких сети о которые приходили начинали начинали говорить вот именно такое что выпустили она не будет работать они жизнеспособно начинали внедрять свои собственно галлюцинации то есть это весьма расхожий кейс то есть лично у меня не было я не знаю что с этим делать посмотрим гости у меня такое было на уровне проектных решений когда не на уровне целого проекта потому что в проект буха на огромные деньги если человек его только введена в эксплуатацию но не купивший себя начинает эксплуатации выводить он опять же берет на себя ответственность за потери поэтому я думаю что теоретически возможно но опять же в реальной жизни встречал а встречал на уровне мелочей когда люди там пиво там был сделали хорошо но бывало когда люди делали просто внедряли в какую-то тоже жутковатую систему внедряли логирование через там блок фриджей потом приходил новый тех лиц и стороны заказчика говорил ой слава фриджей вы кошмар там блок фриджей и все убрать все убрать только вот и дал и давай перебедаливать то есть вот так вот такое бывает на уровне на уровне проектных решений там как правило дешевле переделать чем убеждать его почему и знаете тут еще немножко сторонней и не напрямую по вопросу периодами ну собственно по ним понятно да что есть глобальная система в нашем случае этой системе был намечен определенный солнце потому что параллельный проект должен его заменить и на многих собственно продуктов норов это сильно влияло потому что они думали ну это же sunset там через год зачем а собственно estimate и у нас кошерно менялись таким образом что сколько осталось системе полтора года проходит полтора года сколько системе полтора года потому что тот параллельный продукт у него собственно свои нюансы и он и лица очень медленно но собственно я не знаю сколько нам до солнца это жить учитывая что это района что это карибский такой вот проект можно символично сказать что sunset это всего лишь начало чего-то ребят еще вопросы да тут тут был да да Тебе надо проставлять в сфере, постоянно меняется менеджмент. Надо понимать саму систему тревела. Если ты не понимаешь тревел и более тревел, то как ты говоришь в сфере, проставлять я не представляю. То есть там могло выскакивать 29 февраля, могли выскакивать какие-то смены часовых поясов, еще какая-то штука. Там хай сизон зимой, у нас там хай сизон лето. Как вот с этим? Как жить с severity и приорити в системе travel и в сложных таких системах? И мне вопрос как QLidu. На самом деле, отвечу честно, не делал я этого. А у нас Product Owner есть. Ну с Product Owner вместе можно. Ну вот именно, зачем его ставить? Нет, ну в том-то и дело, они-то меняются, но приоритет все равно выставляли. Мы же поначалу пытались их подталкивать, пытались мы им сами объяснять, что делать, но они в какой-то момент все-таки начинали въезжать. И менялись менеджеры, они всегда оллеры. Смотрите, на самом деле лучше что-то кому-то делегировать. Вот чисто по лоботу. Давайте делегируем приоритет нашего Product Owner, а я себе оставлю себе, потому что это проще оценить с точки зрения системы. И, ну не знаю, мне кажется, вот сейчас по опыту, что у многих менеджеров это может быть проблемой. То есть они не заставляют своего Product Owner работать в скрам-процессе. То есть они считают, что by definition это заказчик, какой-то товарищ божественного типа, и он не должен работать. Ну нужно так вот постепенно, как я и говорил, да, закладывать эти зерна. То есть опять же наш, мой любимый, в общем, EM говорит, planting seeds, growing, то есть ты полил там свои зерна, в общем. Вот это нужно делать. И тогда у вашего Product Owner появляется понимание, что каждый его реквест стоит эфортов. А так он его, собственно, я его приоритизировал, что у вас там вообще творится. У него, собственно, девелопмент становится черным ящиком. Black Box, он этого не видит. Поэтому ему нужно потихонечку что-то осайнить, какие-то задачи давать, чтобы он ответственный за что-то был. А так получается, он ответственный только за то, что он возгрузит. Ему что же надо куда-то в свое время тратить по дню, правильно? Так лучше пусть он будет занят приоритизацией. И, собственно, пониманием того, чего девелопмент делает. Синкается с нами. Мы ему там постоянно просвещаем. Материи открываем. Он Дима лично. Реально помогло, кстати, когда поставили кроме Синка с ПМом, поставили Синк с Дэвлидом, Киэлидом еженедельный. Очень помогло. То есть мы ему вваливаем вообще все вопросы, какие у нас к нему есть. А у нас там пачка тикетов, по ним по всем есть вопросы. На! У нас есть тикеты на реверс инжиниринг чего-то. Они должны проходить UIT у нас теперь. Вот пока он не поводит, когда он это поймет, UIT пройдено. То есть мы приходим, рассказываем ему, что он инвестигент или. Он вынужден в это все въезжать. И он на основании этого потом умные вещи говорит. Да, UIT порождается. И по скраму процесс вы видите, что это waste. Менеджер пишет, там, тренд или абстрактный, там, не знаю, Джон. У нас здесь waste. Собственно, я идентифицировал по спринту, что у нас, собственно, там два поинта. Кодрию, например, и UIT. Все, что ты не заэксептишь здесь, ты не заделиверишь. Вот. Ну, тут, собственно, разные там есть методы. Это включать UIT, там, в breaking down task, учитывать ли это velocity и все такое. Вот. Но, собственно, он должен понимать, что на нем лежит вот эта финальная ответственность. Что он не только запулил эти requirements, но он еще и принял эту фичу обратно. Потому что вы, когда заказываете там дорожку себе, да, из плитки, то есть, ну, вы же ее проверяете, потом, там, тут не доложил, там, тут переложите и все остальное. Ну, как-то так. Был вопрос еще? Да, да, да. Именно. Угу. 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 Да. чего он хочет а то есть вопрос в общем да вопрос как стыковали нового света час команды ну первый степи наверно менеджерская уловка это затормозить процесс этого чем ну то есть чтобы он был наименее рапидным то есть соответственно нужно объяснять планомерно что изменение процесса это планомерный процесс собственно что то что все было выстроено не на ровном месте тут у меня есть дима он может очень классно плакать да и собственно ну step by step опять же таки нужно оценивать то что он предлагает это что реально есть и в принципе по каждому такому вот поинту можно там немножко податься то есть в принципе не знаю любой конечно рынок там и бизнеса они понимают что это все не скоро и они сами так делают очень часто вот что ну вот ретроспективы да как они там проходят что мы проходимся по поинтам и делаются они там два-три спринта то есть и опять же тут нужно тоже говорить что для того чтобы команда потихонечку переходила на процесс собственно мы должны это транслировать step by step и опять же таки на правильном корректном уровне час я общем немножко выхожу стратосферу пытаюсь опуститься обратно чтобы предметно ответить то есть ну вот мы затормозили этот процесс да то есть он пришел такой бойкий говорит там меняйте мне прям сейчас то есть поплакались поставили его немножко другую плоскость вот команде можно ничего не говорить пока недельку вторую третью вот тем временем там вы можете готовить определенную почву его и почву команд я немножко это говорил как то что сначала с моей стороны выглядел так сначала рассказать ему как у нас все плохо чтобы он понял что тут как по книжке вообще не в этой жизни какие-то особенности в более широком случае и потом как бы обсуждать компромиссный вариант сразу сказать что он как ты говоришь ну вот ну не полетит хорошо если искать компромиссы искать компромиссы процессе обсуждения уже какого-то процесса которую как мы уже втянули в обсуждение дальше процессе этой дискуссии мы ему объясняем почему там в той или иной плоскость лучше так как мы советуем в конце концов будет что-то конечно отличное того что мы имеем данный момент но возможно не очень а возможно какие-то мы ставим какие-то вещи из того которые он предлагает которые действительно возможно полезны и уговорим что не стоит делать всего остального то есть от нас там долго и упорно хотели там стимеетом в реальном времени мы сказали что нет мы четко остаемся на story point of но мы делаем саптаски на которые выставляется ремейнинга стимеет в часах у нас тоже весьма абстрактный который для визуализации данно получается с одной стороны мы имеем estimating story point of который всем удобен и понятен с другой стороны мы теперь каждый вечер апдейтим ремейнинга стимеет что нам дает возможность но не стрибует на кожу в часах ждет возможно человеческий бирда устроит уже до этого бирда он был не вполне адекватный ну первым их уложили и и себе сделали что-то достаточно неудобная но хотя бы полезно первым степом менеджерским это достать свою щит капитана америки и попытаться в общем его немножко откинуть от этого всего чтобы чуть волна как бы пошла с меньшим как бы размахом вот тут собственно разные уловки и чисто уже такие менеджерские давай поговорим зачем собственно какой от этого benefit вот смотри сейчас у нас так efficiency от этого такой какой efficiency будет от внедрения твоего хорошо если человек который пришел этот светоч он хоть немножко идет на компромисс бывают очень такие то есть ну с последним как бы нам вот чуть-чуть не повезло потому что мы с димой приходили на митинг у нас просто выводил из себя тем что мы ему говорим он не 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 вот так вот и чуть ли там вот не закрывал нам наши аргументы это было сложно ну мы сослались в общем на то что этот continuous transition и в итоге как бы немножко это сделали медленнее но все равно harm был больше чем обычно наверное потому что система уже была стабильная я вот сейчас задумываюсь это не надо было всего фиксить вы именно скопом знаешь надо ставить было не нужно сейчас ломаем кипра еще после да у него есть волшебная кнопка ни одна называется ротовый доступ продакшн сервера до выбили на его нету поехали дальше я думаю что мы не успеем по всем за травмочным пройтись поэтому если и короче накопилось к же на замок закидывать закидывать окей интеграция он сайт ресурса вашу команду я не на производительность и атмосферу 3 1 вопрос к аудиторию кто работает смешанных командов каким-то образом или сам интегрирован в команду на стороне заказчика или у кого в команде есть люди отсюда и оттуда у всех остальных команды изолированная здесь счастье счастливые люди как как идет ага как 3 3 на 3 он сайтов сайт как как какие были проблемы скажем так а так ну и все равно нормально проблемы с коммуникацией окей ну то есть оверхед в дискуссиях правильно то есть коммуникации окей а у вас уникорн а где он находится ну у нас ситуация такова что мы вот работали нашей прекрасной командой в общем и у нас такая классная песочница было ну вот собственно пришли в общем два чувачка и нашу песочницу это начали немножечко у нас отбирать отбирать в каком смысле они ну просто сказали что ребята нам вас очень жалко что мне приходится игру в четыре часа утра звонить а он не против оказывается вот мы наверное нам наймем двух он сайт разработчиков вот это ну и собственно это повлияло на некоторые наши бюджеты но это другая песня на самом деле харма здесь больше чем бюджет вот ну вот у нас такая была обратная ситуация как правило она там другая то что есть он сайтный уже команда приходит офсайтная команда и вливается в те процессы которые уже есть у нас вот такая была ситуация то есть это был нашу вы классный фановый драйвовый общем environment и оказывается что нам теперь нужно вести пленинг покеры на английском ну вот а мы там так стебались классно ну вот егор там травил анекдоты у нас еще к венщик есть профессиональных команде то это вообще было супер вот там у нас не было такого что вот эта функциональность там выполняет такое ну или как на английском да а это делает это и это повлияет на и все остальное то есть было классно и из этого делать какая-то оценка вот то есть туда от фан немножко потерялся не немножко сильно потерялся а собственно что важно в коммуникации вот ваш основной поим да что были сложные коммуникации это это здорово их усложняет коммуникации то основу основа трансперенсии это основа взаимопонимания это основа того что мы делаем вместе а самое главное что как мы снимаем напряжение потому что она естественно присутствует при любой работе то есть почему до строители ругаются блоки матом и всем хорошо собственно у нас происходило похоже вот а теперь показывается нам нам нужно как бы выбирать слова и собственно она имеет накопительный эффект чисто философски да там где мы не можем стукнуть там визуальную там грушу какую-то вот и работать там в сфере того что это окей теперь у нас это как бы не окей вот и соответственно вот это первое то есть появился накопительный эффект определенного раздражения и злости который негде снимать что мы сделали его собственно что мы пытаемся продолжать делать это мы делаем внутреннюю ретроспективу перед внешней заказчиком overhead да но по крайней мере там ребята могут друг на друга в нормальном в вакууме такому понаезжать нас есть конечно там еще обидчивые сейчас ребята в общем не сильно это получается классно главное чтобы здесь в общем был такой драйв производительность просела жутко то есть надо ребят которые собственно в этом варим эти не крутились имеют мало оверлапа чего-то передавать плюс к тому ну собственно наши ребята проактивные они стараются их саппортить и максимально там жалеют вот и соответственно тратят на это время собственно процессы у нас уже выстроены весьма такие обвесные много таких микро процессов потому что потому что легоси наложила свои отпечатки и 5 волн смен менеджмента может быть из этого что-то уже и но мы этому следуем нам это не мешало вот а появились они и стало понятно что их нужно учиться микро процессом они какие-то не следует они абсолютно это вот не знаю егор на ты больше добавишь по этой боли ставить что-нибудь и как радио вещаешь так получилось что да действительно заказчик захотел разработчиков со своей стороны чтобы мол типа и нас разгрузить потому что пересекаемся по времени мы мало будить нас ночью постоянных достало потому что вы такие приходим похожие на овощи и и начинаем что-то там чинить не решили что у них будет больше возможности наверно влиять на систему и изначально это все рекламировалось нам что вот теперь то вы заживете у вас два супер крутых синьера с бешеным опытом прекрасные люди они будут работать чисто под под их то есть они говорили нам что эти разработчики будут работать под их подчинением будут им репортить от них будут получать задачи что случилось взяли действительно двух синеров одну взяли дамочку которая там вообще гуру одну писала очень известную консорсную живую библиотеку которые пользуются каждый второй коллега она очень популярна в интерпрайзе то есть мы подумали ну ёлы-палы у нас есть человек который писал кварц ну теперь-то мы заживем потом узнали как ее зовут узнали из какой она страны ее национальность hello my friend и мы такие чуть приуныли думаем хотя с другой стороны мы все-таки писала кварц человек очень долго работают опыт больше чем я блин вообще живу шикарно и начал и начался такой немножко дурдом во-первых они сами абсолютно не могли ничего сделать некоторое время ну понятно и нужен был какой-то период как бы въехать в эту всю систему мы как могли постоянно проводили с ними там очень долго времени там засиживались до глубокой нашей ночи им все объясняли показывали первые тикеты там они делали чисто грубо говоря под нашим руководством степ-бай-степ ты им показываешь что где они очень много у них было проблем потому что у нас все девелопят например у нас и девелопят под виндоусом все развернуто на цент оси и там один коллега девелопит под дебианом я отменю это все тоже из-под дебиана а им всем выдали на работе маки и сказали настраивайте а там есть конкретный у нас модуль для пачо веб-сервера который под винтой работает пациентой все работает под маком ну не работает и они очень долго пытались это все на мак расстроить а с них еще мы их менеджер все под маком было чтобы я потом все тоже скопировал поднял он не заработал все поставили паралл запустили там винду виртуалки работают это это такое потом они они сколько у нас уже там много 3 много уже месяца все это имлайн и вышли но тлела надежда мы все пытались понять когда же до них дойдет и когда они станут уже нормально работать когда они уже интегрируются в эту команду они обижаются у нас кросс код ревью у нас для того чтобы четыре человека разрабатывают у нас плюс дима девлит плюс два человека с той стороны у нас если ты запедалил тикет выложил его на ревью как минимум два человека должны проставить сделать ревью и проставить что кросс код ревью они обижаются что мы не ревью мы их тикет но как мы будем ревью этих тикет и если блин мы джунов которые такое пишут у нас датарти просто бьем по лицу и выгоняем и то есть не может супер синьер так писать очень плохой код и и они но рабочий же он работает без вопросов но это на тему как образовываются да и вот именно то есть видно что вот используешь этот код и понимаешь да вот вот так вот так рождается очень тяжело и общаться с ними они последнее время еще и обижаться стали нас заподозрили в том что мы их не любим а мы их не то чтобы не любим там один человек выходец из украины он так был доволен что ему наконец-то с русскоязычными разработчиками дали поработать что он там такой довольный был но все равно тоже тупит много за ручку надо с ним ходить все покажут и главное обижается самое зараза главное когда у них падает что-то в пол четвертом упраницера звонят да они тебе звонят ты приходишь созвон там их двое красавцев сидят то есть только вас брали зачем смотрите видите то есть чисто вот менеджерский как бы ничего не поменялось внешне но есть еще два колеса которые в принципе должны решать эту проблему то есть раньше раньше мы полагались на себя и все понимали что это бог ну то есть не было никакой ложной там подмены фазе инваре местом серые зоны и все остальное они появились вот и в общем сложно это все ну то есть опять же если по если пытаться как-то обобщать этот наш силы опыт на общий случай надо в любом случае как бы иметь culture awareness там и понимать что ну вот я не знаю хороший этот крестоматийный пример что если наш человек тебе то есть индус тебе говорит что это занимает неделю это скорее всего занимает дни если наш тебе говорит что это вообще невозможно скрыть все тоже занимает то есть вот нормально то есть я буду говорить что все хорошо все хорошо если это нам индусы даже если ничего не сделано это надо просто принять когда нас нужно ходить проверять с другой стороны блин то я видел на той стороне хороших разработчиков причем уйду за стороны но как-то так получается что мы привыкли что мы докапываем до конца это не то что какая-то про активность но мы но мы знаем что вот вот и уже копаешь ты 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 доделаешь очень редко когда приходится были у нас на моих повыганили конечно из проекта вот какая когда человек сделала всегда сих я дальше не знаю ты сюда смотрел досмотрел и так далее вот они как-то в большинстве своем американцы работают так то есть нужно подпихивать среди них есть маньяки но нам не повезло я думаю что сейчас мы допустили одну глобальную ошибку здесь мы их не интервьюировали то есть потому что в принципе у нас была собственно позиция на то чтобы это потому что нам сказали нам сказали что они идут не в нашу команду кстати кстати хороший момент который на самом деле мы вот я создаю только сейчас кролик шляпы да то есть если вы мне сказали что мы тебе в команду берем людей я в сайте вы искал хорошо я их от собеседую как как собеседуют этот артик нужно кого-то вести и выхода возьмем если этот человек окажется вот у нас есть тоже мем такой долбанный фрик наш человек значит мы его можем есть определенные критерии здесь нам такого такого не было нам сказали что они будут в подчинении у нас они будут жить где-то рядом они не будут девелопить наш проект они будут вот въезжать по чуть-чуть в то что мы делаем вот чтобы мощно влоги почитать релиз откатить случае чего ну да они пришли несколько дима забирай мы тебе людей привели ты следующего спринта ты им подгоняй работу то потом таки чё ты ему не подгоняешь а тут и бомбардировка дмитрий что мне делать да они подавать двое зачем мне приходят ну к тем который волос ним еще как-то нормально русский говорит все хорошо то есть если ты с ним поговорил все таки ну как это какая-то ментальная общность закаток не можно притискать будет рукой а вот и нам от маты он же вспомнил ну да батюки вспомнил быстро он уже плохо говорил по-русски через месяц на проекте русский язык у него стал идеально а вот там где него там там же хуже и вот это вот тяжело причем я я я я реально не понимаю как я не могу объяснить я просто это принимаю как данность вот как как приняли как данное что определенная часть определенная пласт определенные заказчиков некоторые не могут изъясняться письменно бывает то есть у нас был там оунар определенного куска он там главный по аналитике ну не едет ну вот он пишет письмо он правда тоже не американец ни разу изначально то есть ты пик вот не ну не я имею ввиду не нигде 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 янки а тоже это тоже сандостан в общем он ну и до китая на самом деле все-таки не суть он пишет 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 читался еще раз считай считался еще раз понимаешь с английской грамматикой одного из нас проблема это точно не я но если в адванс группу ходишь у тебя не может то есть но приходишь к нему начинаешь говорите устно устно нормально все и все равно там для этого твой кстати нет в общем news его забрал вот как понимаешь это как данное что не с некоторыми нельзя переписываться нужно звонить вот похоже что нужно что многие нет не докручиваю я не пойду я не понимаю как человек с таким опытом человеку второго за плечами там кварц и который она реально крутая таки это тетечка на на 1 2 очень сложные вещи как бы решала и останавливалась полушаги от того чтобы крутить до конца вот это 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 как бы да но это это подход с которым надо смириться и пытаться я не знаю собеседовать на входе действительно зачем внедрять очень просто вода вопрос зачем внедрять людей в команду они думают как значит у нас где-то там далеко-далеко в сибири и украин она не может нам оперативно реагировать допустим если ночью что случилось там вот мы хотим чтобы у нас были свои люди ребята что мы к ним пришли им на пальцах объяснили они там что-то сделали то есть им нужны были именно такие как я понимаю свои люди которые могут скажем так с меньшим оверхедом решать какие-то задачи сиюминутные которые они вот хотят чтобы не нагружать ту команду которая там магически равняет система чтобы прийти там кнопочку подкрутить или вот там мы хотим тут такое сделать по саппортить это все дело чтобы они могли в том числе ответить на технические вопросы которые возникают допустим нам вопрос задают проходит там м часов я пришел на работу письмо увидел прокопал у меня уже вечер я не ответил я ушел в следующий день написал письмо они его на следующее утро пришли прочитали то есть точно чтобы у продукту умера была такая возможность сидя в open space и что там чтобы не было такого что он написал письмо сформулировал свои мысли как бы хорошо их изложил и на следующий день получил результат чтобы он их не формулировал и мог задать сразу какой-то степени я понимаю зачем они взяли и как бы меня трудно в этом разбудить потому что я он сайт собственно и ты тоже или с человеком который за это все отвечает который прямо сказал что если бы я пришел на два месяца раньше чем вас чем чем вас датар там взяли я бы вас не брал почему потому что вы оверси все то есть потому что есть самый самый топовый менеджер который просто пришел позже нас мы уже работали он сказал вам не нравится как вы работаете все хорошо я бы бы не в том дело они такие вы не расслышал до конца во первых она то есть как бы не побоялся либо я обращаться к аутсорсером или к консультантам в общем своих людей я бы обязательно это делал именно по еще раз объясняю почти я просто не договорил зачем это очень нужно у них две проблемы первое там он лично боится что вообще что кто-то очень удаленный делает и не уверены что да в общем как как-то это им стремно все они хотят чтобы максимально просто все было срочно верхалась но как бы основное что у них сосредоточена сейчас вся разработка нашего проекта была до ввода этих двоих товарищей у нас то есть продукт который приносит колоссальные деньги разрабатывается и поддерживается и все знания по этому продукту находятся у этих людей у нас на стороне он боится что если вдруг он хочет снизить риски потому что он понимает что если вдруг мы мы датар откажемся от этого заказа не знаю скажем плати нам теперь миллион в месяц ну по какой его причине мы там уходим от них они оказываются вообще голые боссы абсолютно у них упадет завтра система не поднимет никто никто не тоже не знает как ну то есть конечно там тома документации нами написаны я имею ввиду в конфлюенсе мегабайты и пока кто-то их все не изучит а тобой как все не просто как всегда и и и документация как всегда не полная и не всегда up to date и так далее и так далее будет очень тяжело собственно говоря они боятся еще раз оказаться в той ситуации в которой оказались мы когда с их стороны ушли все как там поменять опять же на два слайда назад когда по и когда менялись бизнес-оунеры и с предыдущим бизнес-оунером ушла вся команда с ним тот проект в новый в который он и забрал свой стартап я казалось что все никого нет надо звать датар потому что все кошмар и и мы это все с нуля поднимали он не теперь этого боятся они хотят развлазать риски я бы делал я как заказчик делал бы так же если бы я бы никогда не отдавал сто процентов компетенции на старую хотя мне как хотя мне как-то конечно очень нравится владеть всем за все отвечать и это здорово и когда к нам такие заказчики приходят на таком уровне двери это очень здорово очень приятно но как заказчики обстреливался значит тут написано влияние на производительность атмосфер у нас у всех у разработчиков уходит в день n часов на то чтобы потереть за ними то что они там делают там что посмотреть чтобы они не пытались там пить антифриз из машины и аккумуляторную батарею облизывать и прочие прелести жизни делать не совали пальцы в розетку это как отнимает время понижает нашу производительность как разработчиков так и прочие какие-то другие вещи и третье всех забодала вас реально уже заболела что два супер синьора за которыми надо ходить и объяснять им что вот вот это поле в css в этом классе переезжает вот это и поэтому у тебя кнопка не рисуется так как ты хочешь хорошо что нет вот все вот буквально на днях я фиксил баг за которого мы у нас мог не состояться вчерашний релиз позавчера это было после этого один из этих ребят пишет типа что вот да я там видел вы их сделали такой очень культурный вова пишет пишет мне вот а я там видел выход fix запилили а это случайно не за моего кода я говорю да из-за твоего ты сломал человек задумался и так потом через пару дней написал сегодня ты ты не сильно на меня там обиделся огорчен что я вот я очень прошу прощения я думаю все нормально да ну бывает и не знал там об одной особенности система который я знаю еще один человек это нормально мы это пофиксили не воспринимает их личное оскорбление а вот и такое сейчас на очень бесит она бесит потому что во первых они обижаются на глупости не знаю почему они думают что мы как-то их там притесняем или еще что-нибудь а вторых это отнимает очень много времени сил реально это выматывает плюс другие абсолютно часовые зоны и заканчиваешь работой там допустим 8 вечера еще до 12 вечера ты сидишь объясняешь с какой стороны компьютеру подходить и почему клавиатуру надо не вверх ногами держать и и вот это конкретно сказывается на команде но на атмосфере есть один положительный момент скоро наш к венчик выпустит свою программу камеди клуба вашу офсайтную команду это сплотит как никогда есть против кого дружить они объект общего троллинга скажем так это немножко сплотил их команд мы в чем мы вчера сидели в старом маке то наверно три часа до у нас шутки не уходи да да у нас классно собираемся все вместе мы это дело обсуждаем и на эту тему шутим и это такой небольшой плюс но все равно это ну да то есть хорошо что у нас еще такой процесс как бы в котором мы там регулярно деливерим поддерживаем там баланс оперативности как бы и это не влияет на то что мы что-то срываем не срываем вот а если бы мы срывали это понятно что нас бы еще было это прессовали мы понимали что это не из-за нас напрямую а из-за того что мы тратим много времени тут было бы сложно ну а на вопрос что мы собираемся делать ответить на самом деле трудно потому что тоже неизбежное зло распущено заказчиками и то что мы хотим сделать мы сделать не можем мы не можем от них избавиться поэтому единственное что нам остается это воспитывать воспитывать их воспитывать сам я со своей стороны стараюсь им давать не те задачи которые мы за ними потом будем доделывать а стараться как бы то есть я уже не думаю о том как их интегрировать стопроцентно думаю только как бы уменьшить негативное влияние и последнее случайно убьем по рукам регулярно посредством код ревью может когда-нибудь выровняем освоили даже этот гифки то есть мы показываем стрелочки куда что делать чик-чик и самый последний вариант вот если нас сильно достанет там тот кто сильнее всех блужит мы начинаем понемножку собирать пейпортрейл чтобы были письма чтобы когда совсем выстрелить можно было это все поднять и сказать и сказать заказчику но смотрите тут вот такая проблема дальше будешь решать нужно вам такой человек вам такой человек или нет но это на самый самый крайний случай потому что это конечно атмосферу уже заказчика попортит ну да то есть я как менеджер я закладываю на основу и на такого политического же мува то есть делаем там определенные шаги с этапами еще раз рассказываем еще раз о процессе о код стандартах о том как писать как не писать записываем это на него ссылаемся эскалируем то есть уже дальше все по чисто информальным как бы с клачен пас и всякое разное вот такой вот обвесом какие-то не не режет песочница у нас не сильно режется и и знать ну понимаешь здесь как раз вот в этом и суть то что они собственно интегрированные весьма непрозрачные такой манере то есть они говорят ну то есть они должны были вроде как помогать нашему продукту умеру саппортить систему и не участвовать спринтах и релиза а под факту они оказались именно здесь в общей лодке и вот они сидят как бы мы все тут на весла так налегаем скорость такая они похожи вот так вот веселками таков немножко так назад и немножко влево вправо и в общем наш плод уже не такой радужный в общем как в той песне да ну сейчас уже месяца 4 начальный timeline на их сетап был 6 месяцев поэтому надежда как в камине чуть-чуть так догорает же время надета бизнес в этом-то и проблема то есть вопрос почему они за это время не влились еще до сих пор и мы думаем что они не влились и не даем им делать что-то реально так они же плуги ну а то есть они нереально не понимают почти все задачи за ней приходится доделать там не понимают там не докопали там не докрутили у человека рядом сидит бизнес-оунар какой-то фичи это все равно идет через нас коммуникации то есть он звонит мне я звоню диме что этот идиот не может повернуться вправо в одном офисе и спросить мы идем спрашиваем у него обсуждаем сами транслируем обратно это товарищу с гранатой он такой ну наверное и что-то там делать ну не пойми привратно до что мы такие злые буратины как бы абсолютно и так в общем выложились мы изначально хорошо очень чтобы их вести и продолжаем это делать ну вот естественно вот организовываются такие чей то есть у них как бы они не берут ownership на себя за то что в общем они делают ну не не в этом дело смотри не то чтобы мы не то чтобы мы их приучили к тому что они делают сколько мы почему-то до сих пор еще радеем за качество продукта нами отгружаем его и мы просто не можем позволить им отгрузить так кори такой дурдом отгрузить такое рождает это все уровни как бы всего там менеджмента проектного то есть мы умним legacy систему да мы знаем ее собственно ins and outs далее даем мы задачи это не правда то есть выдаем там определенные бакфиксы даем таски дима открывает и смотрит что там параллельно зацеплено еще 10 кейсов сопряженных которым они будут недополучать репорт и изменен там алгоритм как бы калькуляции определенного потому что левой ногой вот так вот сделала правая вот так понимаешь то есть элементарно там фиг там фиксился один кейс был бы был метод неправильно работающий тоже неправильно обнаружили что неправильно используется завели там бизнес он развел баг человек посмотрел бизнес кейс на который заведет баг и пофиксил одно из пяти использования метода по системе он баг закрыл как бы принципе то общем к моему сразу 2 в догонку ну вот как бы это какие-то такие вещи то есть я на самом деле чего опасаюсь что можно на основании этого всего того что мы сейчас говорим сделать вывод что вообще не работаете делать первой стороне заказчика тут скорее всего мне кажется нам не повезло но штука на самом деле достаточно универсальная то есть иногда в тяжелые системы люди так бежают а если люди не детекетиться дадут на на должный уровень до должного уровня то они могут въезжать очень 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 долго и один раз был на самом деле на месте на и нет на их месте у меня ушло и ушли там месяц легой легаси там для того чтобы ты там для того чтобы включить флагование нужно очень сильно раскорячиваться и проще доделывать пока смотри тут мы здесь мысль на самом деле свежая я по я подумаю я реально подумаю проблема в том проблема тут уже имиджевая если мы начнем внедрять флаги и бизнес он это где-то увидит и или или они они все-таки как бы какие какие-никакие на синьеры если они поймут что мы все работаем работаем на релиз ветках а им даем флаги чтобы можно было быстро покосить ой как обидеться и тут ограничение чисто процесс на что есть скоб он он размазывается на них и на нас и собственно ownership да он уже весь идет по команде соответственно ну мы объясним конечно и то есть это будет видно по активите да кто наплужил вот но в общем и целом delivery упадет итеративность упадет ну аналогично мы тоже так учим то есть ну не во всех просто кейса да то есть когда он весьма стрейд форвард то есть и мы можем явно указать но там были просто моменты когда вот наши ребят ночи знаете душа перфекциониста как бы не может это допустить но два пробела я понимаю что это придирка но все равно это неправильно ну и собственно как но здесь чисто вот таких вот два пути пофиксить за вот или же научить научить уже накал есть уже может обидеться потому что но это все ты придираешься ко мне не любишь и вообще вы здесь вот такие развили свою общем демоническую бюрократию вот а второй пофиксить за тоже плохо ну вот то есть это знаете как качка что не туда то есть не знаешь как сделать правильно и таких вот просто моментов появилось ну как-то мы с этим боремся вот я говорю у илюхи там уже такой общем ноутбук разных шуток я думаю что скоро будем на comedy club так сколько у нас время затравочных тем у нас еще дофига вот но уже девять часов почти так появились у кого-то темы свои давайте можете поправим вопросы еще предлагаю пройти еще одну какую-то вот мы сейчас про клацаем вы ее выберете окей до того как начали клацать может быть действительно то есть попробуйте вот у кого там черно болела может просто закините вопросы во всем миром пообсуждаем то есть вообще задумывался такой формат на курины и то есть как бы то что у вас реально вот какая-то может ситуация то есть не сферический конь вакууме у вас какая-то проблема в этом вам чего-то не нравилось вот как вы сделали можно попытаться воспользоваться тем что здесь как бы сидят я так понимаю раз на разу эту тему пришли значит все люди с тяжелой судьбой то есть может быть может быть мы как бы всем миром чего-нибудь подопридумывая порешаем окей давайте тогда проклацаем чего у нас там есть загарки есть взаимодействие деке и враждали синергия у нас посмотрите еще у нас узнаете у нас есть вот эта штука такое да у нас есть еще такая штука так это частично даже покрыли штука это последний который мы как бы и частично затронули сегодня дефки и тогда священная битва ничего не но мы весьма хорошо идем кто за это не ну честно руки поднимайте не хотите ну значит в этом и персонально с вами переговорим потом там старомак работает у меня у меня поезд утром так скажу 1 дефки вашу проголосовали все на самом деле вчера уже на эту тему тоже пытался летом задвигать что делают в щеке и там то у нас был недавно такой момент когда у нас была ретроспектива я был в хорошем настроении я выкатил кем предъявы типа чего вы вообще ничего не делаете или как почему у вас там про протестить что цвет кнопочки поменялся за стиме чина там 8 часов и вы говорите что у нас сложные кейсы и покрытие во всех браузерах и там мы хотим посмотреть на телефоне на smart tv мы хотим посмотреть вот у меня там в магнитоле в машине есть браузер я на нем хочу посмотреть это важно а вот я выкатил такую как бы предъяву потому что с моей стороны как бы поменял цвет кнопки я вижу что цвет кнопки поменялся чего его тестировать и у нас такой момент произошел когда немножко мы там то что переругались немножко перессорились но потом пришли к какому-то совместному решению я им сказал объясните мне почему такие стимейты почему вы так работаете они объяснили я сделал вид что меня это устраивает и там мы все разошлись но суть проблемы заключается вообще-то в том что чаще всего и команда не понимают каких-то внутренних процессов которые происходят соответственно противоположной команде и из-за этого появляется чтобы недовольство а ты не понимаешь что делает параллельная команда то есть люди с которыми ты работаешь каждый день и выходит так что во первых их снимайте непонятны во вторых иногда думаешь зачем они там допустим тестовое покрытие у них там они говорят вот она эту фичу нужно это 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 протестить я как девелопер думаю блин большая часть этого всего даже рядом не валялась и никак не связано потому что я вижу продукт с точки зрения кода я вижу продукт с точки зрения все внутренней архитектуры кей допустим видит проектом видеть юзабилити он видит как пользователь это все видит потому что я пользователя считаю идиотом и это действительно правда потому что у нас был конкретный случай сейчас про него вскользь упомяну когда мы пилили миграцию с одного провайдера страховки на другого провайдера страховки это моя личная боль в проекте потому что я сидел мы класс очень поехали сайт в этом ноябре было октябре в ноябре мы поехали приехала три менеджера и вася мы тебе агенду написали а вы мне написали агенту там был один путь педалить и я педалил вот мы написали что он experience девелопер это перечислили ему стекс чем он работал то есть мне сказали ты слышишь ты вот умеешь этим работал услышал ну все это как в том анекдоте ты вася это самое с киеве умеешь нет ну пиши но искали эксперт вот так и про меня написали и я педалил там и мне тут три менеджера еще со стороны заказчика подходит каждый раз фичер риквест плызы асап тудей хэвэ гудэй и уходи и ты думаешь такой ну ладно сделаю чёшь я ж не могу я же в офисе заказчика сижу все нормально только ты наушники одетки подходят ты скатился вообще возвращайся часть перед вы кастомер перешли ну я говорил что кей видит продукт в том числе как кастомер нет девелопер кастомер они любят потому что кастомер идиот когда пришли сказали сделать эту фичу мы сделали они показали нам как не пользуются у нас вообще волосы везде ты вам стали потому что мы надо нажать две кнопки человек делает там три нажатия тут идет другую менюшку делает делает что-то потом это что-то реверсит потом идет обратно и еще что-то делает там не егор там была магия обнуление собственно кейс такой что человек букается со страховкой вот заходит букинг в систему вот приходит один агент одного уровня и собственно обнуляет этот ну то есть у него есть запросто на апгрейд стандартный на инфанс он делает волшебное обнуление и посылает своему менеджеру агентов верховному который опрувет это изменение и уже заводит сущность страховки спускает вниз этот и except мы до этого даже додуматься не могли был очень кривой флоу и если он же не документирован нигде вообще после этого мы еще полюбили деку и собственно я уже сказал такие из образа выйти не может нападал нападал и получается возникает какая-то мин такая немного странная ситуация когда мы работаем в одном проекте делаем одно и то же отвечаем своей головой за косяки друг дружке но при этом команды недолюбливают у нас был момент когда у нас было такое напряжение потому что до этого там когда проект только-только начинался у нас была очень веселая команда мы все очень слаженно работали а потом там произошли кадровые перестановки потом я пошел в менеджер и перестал рулить командой и в эту команду набрали людей хороших людей они отличные просто со своим мировоззрением со своим да и немножко с тем характером который не совсем вписывается вот мой характер такие пушеры педалеры и тут приходит занудный такой который вот это все все понятно понятно мы тебя услышали смотрите собственно наверно сам самый классно будет ответить мне потому что начинал то я к в этом всем деле вот и мы собственно будучи там равнозначными коллегами с димой вот у нас в принципе первый месяц такие были нормальные придирки потому что дмитрий научил меня одной волшебной девелоперской вещи с нашей стороны пули ушли я говорю дима в решет они не долетели вот собственно у нас идем их подбирает весь этот свинец вот собственно у нас наверное присутствовала вражда в синергии причем синергии было больше то есть какая вражда лайтовая весьма и мне кажется что если собственно сделать полную синергию то априори ки будет сильно доверять вот а это плохо вот ну собственно им надо верить они же классные ребята но собственно мы же все понимаем что каждый их change может нести за собой весьма много других изменений а плюс к тому киуке есть как бы такая особенность это следовать процессам чему девелоперы не любят следует вот сложно его до места в киесе что здесь я тебя научил того что с нашей стороны пули ушли кости меня научил проноить вот научил такую нормальную параноидальному мышлению то есть я не мог себе представить вообще то вот то встречи с костей кстати как бы на на этом проекте что если девелопер взял и поменял где-то строчку текста нужно переделывать всю регрессию вот опять же я называется я я вот в это не верил ровно до того момента пока 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 мы не поставили где-то строку больше чем надо которая в базе была в варчар 256 почему-то как только там было пришли прилетела значение 257 случилось то говорили то сакральное я после того случая как-то так вот стал очень осторожен недавно уже дело первым говорит что это нельзя следующий спринт ну да то есть не знаю синергия в некой вражда как бы может быть поначалу на самом же деле тут нужно понимать именно что у каждого там свое призвание внутри одной команды которые мы собственно в том же все маленьком плоту ну вот просто у каждого там своя роль и собственно понимание этого там ставит нас какую-то определенную плоскость чего бы я советовал кием это больше обращаться к девелопмент быть настолько жестёбными и креативными в том что они делают собственно обращаться за советом обращаться за помощью потому что эти товарищи они в общем имеют очень такой ценный склад характера докапываться до каких-то таких экстравагантных вещей вот у нас девелопер был он просто ноты у мы настолько достигли вот этой синергии что он взял написал своим киеве щекам которых к тому моменту он уже полюбил скрипты позор по автозаполнению филдов на чекаут странице ведь ребята что-то я вас сильно в общем жалею это вот вам скрипте потом плагинчик вот а у кейджешь надо понимать да что они там собственно голову опустили и шараши отшараши там ну вот по каким-то рутинным процессом а у девелопер вот хорошо то есть если он сам то может прийти вот как наш олег периодами нужно делать вот такие вещи что мы делаем мы опять же таки это тоже был такой continuous improvement мы вели полновесную фазу requirement менеджмента то есть в нашем контексте это но изначально она задумывалась как просто сбор требований анализ тест дизайн вот сейчас я немножко переосмыслил это понимание вот именно в разрезе того что это было не сильно креативно то есть ребята узнавали на базовом там уровне требования написали на них мануальные тесты то есть я говорю ну у нас же есть куча средств для автоматизации почему на стадии р.м. ну в номинальной да у нас вот этой креативной песочнице не пишем автотест все-таки не знали ну давайте писать давайте ну я просто говорю о том что природа работы она накладывает отпечаток да вот мы все профессионально деформированы потому что вы покрутились в этом environment и этого жуткого там ну legacy кода одно а вот именно вот таких вот моментов политических которые деформировали нашу психику во многом то есть вот димина психика деформировалась плане параноидальности и где-то там она может зашкаливать даже поэтому мы ставим такие ивенты в общем чтобы разрядиться немножко гарантия . вот собственно мой ответ весьма краток это вражда в синергии синергии больше должно быть нежели лайтовой вражды из нашего спинга и made of the spricht во всех взаимодействиях до сих пор в сих пор вот и в общем вот я вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok не ну собственно а точнее ко мне вопрос был черт но если ты точно знаешь что до 4 на 3 там проблема и наоборот я бы подходил к такой ситуации следующим образом если есть тут как бы два подхода либо строить какое-то общее глобальное решение которое скажем допустим мы вырабатываем тестирование мы что мы будем тестить это 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 и для всех либо мы находим индивидуальный подход и знаем что это и скажем делаем 4 тестовых сета там там тест косяки для вас есть косяки для наташи вот и такое дело но вообще как бы вот я сторонник того подхода что у нас есть какие-то общие тестовые рамки кита тестовые сеты и мы все пытаемся в рамках этих треб требований тестов как-то работ я лично бы делал так два пути правильные и жизненный то есть правильно это то что сказал и город это спускание просто максимально максимально широкого до спускания универсального теста на каждого и просто как какими-то способами заставлять людей через него форм формально проходить делать причем только вы сразу то есть человека должен быть обязан пройти протестить на этом 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 это будет универсальный правило 2 если мы уже знаем просто слабые места то при достаточном уровне доверия и терпимости внутри команды по-доброму стебать то есть просто у нас как бы есть специалисты забывать какие-то конкретные вещи и сразу там прилетает многие точно не по-русски пишут точно по английски логике сделал да ой да и щас перечит 3 минуты щас прикрыть колоссальная общем штука и после этого мы собственно тоже стебем этого товарища перезаслуженного джависта написавшего кучу всякого разного то есть курсы сделаешь и в общем один из таких сват режимов в общем мы сидим на продакшене уже и менеджер пришел которого мы которые вдалось и там у нас в сайте копаем 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 а по отчету тут флэйс у нас вместо фолса да там или как там в конфиге в xml где-то было вместо фолс был отписано флейс чему на ревью прошло прошло никто не мог даже блин предположить что у нас гуру там такой гуру что прям гуру он педалил еще тогда когда школу заканчивал и он комитил флейс мы такие лёша как как тебе тебе ничего не поскал ты не заподозрил да что вот что отваливается соединение там с базой он как-то пропустил это единичный случай но на вот но на почве этого потом как бы зная что он там может не поверить какую-то какую-то виду говоришь на счетом флейсов нет это как бы уже означает типа ты проверил там все ну ребята там шипит поставили а что там свой сын и т.к. ну то есть тест тестовая на переменные вы там вы с вентом вы своенные времена очень хорошо работала у нас там других проектов когда я все сделал я все в комитет новые файлы добавил это как бы есть такие перечни вопросов которые полушутя задаются и в принципе можно там там парню белград сразу говорит я там я все сделал я там я там проверил значит на квадратном мониторе на 4 на 3 тоже расскажи ой пока вот это все привали мы уже собственно вы задолбали всех сквозь по таким вот мелочам я уже не вспомню честно вот но у каждого такое было каждого за что-то мы когда все стебут до сих пор за гранулярность вот в последнем процессе и это уже стало стало проектным мемом кого там у нас был там миша чудесный я уже не помню сейчас за что ну там собственно были вещи были точно помнишь а после каждого кабинета что ты спрашивал вопрос питьева или как дети добиваются своего ответа на всякие каверзные моменты а родители не могут ответить его также и собственно здесь то есть когда мы сталкивались какой-то проблемой там девелопер нам утверждал что все отлично или же вот что-то падало и мы приходили там что у нас могло упасть это не могло упасть однозначно почему оно не могло упасть давай посмотрим давай развернем то есть но такие вот примитивные абсолютно вот вещи на которые мы уже там задолбались местами вот но они очень часто приводили к тому что там была истина вот собственно степ-бай-степ а есть даже такая методика 5 вайл на задал бы вы влазе даже когда все плохо да все плохо посмотрим собственно почему это упало потому что мы не протестировали почему мы не протестировали потому что и дальше дальше по цепочке мне такие митинги не нравится потому что меня один раз на него позвали очень долго пилил большую фичу постоянно менялись требования они постоянно уточнялись мы там за дипло или там отвалилась переписали там отвалилась за дипло или вообще везде упало палки в конечном итоге написали отгрузили там через месяц вот файл боясь типа почему у нас так все пошло плохо даже не можешь прийти к заказчику искать козы и факта надо забрать смотрите времечко у нас уже 21 19 на последний вопрос и просто время ваше сохранить 2 окей хэндур не не такой хэндур его 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 описывал не такой это ужас типа насколько будет эффективным последовательных хэндов весьма суббить весьма в субъективном варианте вот project manager лиду команде development и команде смотрите вы вы описываете давай ты да ты описываешь весьма как бы иерархическую модель вот в которой собственно каждый заложник предыдущих субъективных суждений и соответственно тот кто получит ее в конце будет проклинать всю цепочку вот а тот кто ну собственно такое иногда есть и вот собственно товарищи из индо китая очень любит иерархические модели такие когда дефлит сам оценивают задачу сами и ассайнет как бы и ну и ну и ты можешь ты можешь представить собственно в чем прелесть демократии если вот так вот разбираться фундаментальных принципов ты слушаешь разные точки зрения приходишь какой-то вот здесь же собственно ты слушаешь только свои мозги причем которые весьма не могут охватить всю картинку мира для этого придуман пленен покер вот для этого придуман собственно те же занудные кида которые могут тебе там какие-то вопросы там правильные задать на которые ты даже со стороны девелопмента не задумывался ну и vice versa я бы сказал что кроме этого так собственно этот подход исключает нормальное взаимодействие команду подразумевает уже такой хендов то есть ты сделал ты отдал он добавляет формализму за счет короче говоря нет он добавляет формализм но при этом уходит эффективность а формализм должен добавлять эффективности наоборот я работал на самом деле в такой по такой методике это очень медленно и пока где вела это невозможно практически реализовывать скроме это обычно сделано когда вы кей команды находятся в разных фирмах просто и вот там мы должны были отдавать свой код на кей кому-то куда-то в германию пока она туда возвращалась мы уже не помнили что то есть в принципе вот так вот такая методика она может сработать только в базовом стартапе когда когда мы работаем в definition и что то что мы не окружаем никто не за это то есть вот у меня сейчас есть такой проект где собственно сам директор инжиниринга говорит что мы собственно ставим complexity но он весьма относительно и мне в принципе все равно какой у нас брондаун вот тогда это может сработать потому что включается до рычажное управление то есть говорится о том что типа эта задача с моего с моей точки зрения займет там столько ну тоже такой относительный момент потому что мы убираем overhead и вот этих всех процессов да и вот собственно как мы там делали когда у вас был этот оля канбан ну в общем и иногда скажем так злоупотреблять нельзя вот второй вопрос ваш да 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 морду плюем они сомневаются в нашем перформансе не бьем у нас вообще вопрос повторить вопрос в том что есть меню тестирование есть там еще какое-то тестирование автомат automation есть какая-то пиха приходят говорят надо мерить перформанс хотим перформанс тестировать у нас перформанс тестированием для таких опих занимается наш senior automation кей нас походу даже два да у нас и два и делается то следующим образом у нас есть какой-то проблема в том что мы не можем померить реальной перформанса пихи потому что на продакшене совершенно другая конфигурация и лоуда и ну вот и этого самого и железо и софт ну софт тот же как бы даже сонка все также только другое количество оперативы меньше юзера то есть тут ни одна нода там а 9 на продакшене 12 одна база у нас на тестовом на каждую одну ноду одна база то есть мы можем померить только какие-то условные попугаи которые могут коррелировать с тем что будет на продакшене но сказать что вот тут она выдержала n попугаев а на продакшене выдержит там n разделить на 9 или n умножить на 9 мы не можем поэтому мы меряем относительный перформанс его как бы то есть мы просто в какой-то момент взяли какой-то бейслайн сказали что вот этот спринт вот этот конкретный релиз у нас имеет там такой-то перформанс на следующем релизе мы померили еще раз увидели деградацию мы задумались еще на следующем релизе мы увидели что у нас еще раз упал и упал перформанс мы уже задумались если он на следующем релизе вернулся обратно вверх значит это было какое-то деградацию относительно той метрики которую вы замерили смотрите его как как я уже говорил подходы разные вот вражда мы не доверяем qm конечно же не хотят нас обидеть а нет дело просто в том что так почему-то исторически сложилось на проекте что конкретно у нас перформансом занимается вот этот человек я перформансом не занимаюсь потому что мне реально вещами заниматься они там тестить какую-то обиху который там полтора робота периодически тыкают но как сказать если я это мерил то я действительно систематически делал в принципе сказал как мы делаем это то как я бы делал потому что такое там вывели такое общее решение ему следуем ну смотрите под подходы разные это немножко отвечает вот на предмет изначально что построено в проекте если это полновесный с driven development или behavior driven development вот он меняется с нами сет разработчика на него можно положиться но опять же таки все равно ему нужно написать эти тесты с майндсетом киеве щек у нас перформанс вот этих api это не критическая такая метрика то есть есть у нас там немножко просядет таких раз полгода юзает там угловый хотеловый сервис то мы не потеряем кучи килобаксов но если у нас упадет перформанс под системы которая работает с базой делает там ежечасно выпиливает отчеты для бухгалтерии если это просядет и там вместо пяти минут этот счет будет делаться там 15 минут за это нас скорее всего подпьют ногами даже по лицу тут мы что-то как-то да и пытаемся держать марку что-то это все сводить какой-то одной метрике и держать ну а так это повезло что нас за перформанс если все не упало то значит как бы ну что же снир синергии всем не будем мы занимать ваше время уже пятница ну что скоро уже и старомак закроется спасибо всем всем спасибо